Dark and Darker официально убрали из стима по заявлению Nexon об авторском праве. В этом видео я проанализирую текущую ситуацию и потенциальные варианты ее развития. Прогнозы. Автор видео, то есть я имею нейтральную позицию по всем политическим, религиозным, юридическим вопросам и событиям. Действия и слова автора, то есть меня являются лишь отыгрышем роли в игре. История в этом видео, основанная на реальных событиях, является полностью вымышленной. Любое совпадение с реальными людьми или событиями является случайностью. Итак, в предыдущих роликах я показывал видеокадры из проекта P3 от Nexon, которые чрезвычайно похожи на Dark and Darker, которые были официально опубликованы до первого появления Dark and Darker. Собственная предыстория с точки зрения Nexon. Вкратце. Некто работал у них начальником отдела. В процессе работы он скопировал и выгрузил данные на свой сервер, то есть украл. И на основе этих данных была создана Dark and Darker. Если вы хотите узнать предысторию развития конфликта более подробно, смотрите мои предыдущие видео по теме. Я единственный на русскоязычном ютубе, кто с самого начала этого конфликта говорил, что все очень серьезно и чревато. Но токсики отмахивались и поливали меня, мол, дескать, Разробы Dark and Darker сказали, что у все нормуль, значит у все нормас. И вот, теперь мы имеем обыски и запрет на игру. Вот официальное заявление разработчиков Dark and Darker по этому поводу. Всем нашим фанатам было предъявлено требование о прекращении деятельности и удалении контента DMCA от компании Nexon в отношении игры Dark and Darker. В настоящее время мы работаем с нашей юридической командой, чтобы решить эту проблему наилучшим образом. В связи с деликатным юридическим характером этого вопроса мы должны быть осторожны в своих заявлениях, чтобы не ставить себя под угрозу. Мы просим вашего понимания, поскольку мы работаем, чтобы вернуть игру как можно быстрее. Пожалуйста, знайте, что мы сделаем все возможное для наших фанатов. Спасибо. Конец цитаты. Как этот ответ разработчика вижу я? Nexon спрашивает с нас за каждое слово и действие в публичном пространстве. Фактически мы заблокированы даже в публикациях в своем Дискорде. Ситуация очень серьезная, критическая. Как этот ответ разработчика видят те, кто меня чмырил в комментах за то, что я еще много месяцев назад предсказал серьезные последствия заявления Nexon? Ну что, удаление игры из стима за три недели до объявленного плейтеста. Уже достаточно серьезный маркер или все еще нет? Как вы представляли себе другой ответ разработчика? Типа, ссорька, ребятки, все далеко не нормально, мы и вправду скопировали весь код, только чур, не говорите Nexon, а мы вам по секрету здесь в Дискорде это написали. Потому что мы надеемся, что той проделанной работы по уникализации материалов хватит, чтобы послужить доказательством уникальности продукта в суде. Вопрос риторический. Я не буду повторять огромное количество уникальной информации, которую я дал в предыдущих выпусках, а перейду сразу к делу, предполагая, что вы в теме. Так вот, я предполагаю, что Nexus не безосновательно предъявил Dark and Darker, но в то же время я на стороне Dark and Darker. По моему субъективному мнению, многое говорит о том, что идея и механики действительно были скопированы. Будущее Dark and Darker и Iron Maze действительно стоит под большим вопросом. Вся моя надежда на то, что работая в Нексоне, человек, который скопировал информацию, наблюдал, как Нексон разбирается с конкурентами и теми, кто явно копировал у них что-то, что защищено по закону об авторском праве. Потому что я перелопатил огромное количество информации и нашел многочисленные подтверждения, что студия Iron Maze, разработчики Dark and Darker, далеко не первые и не последние, по кому проехался Нексон. Также очень важно понимать, что игры, которые вы нашли просто по запросу Нексон в Стиме, это далеко не все продукты этой многомиллиардной корпорации. Это как Кока-Кола, если вы не знали, то она выпускает далеко не только напитки, как и Чупа-Чупс выпускает не только леденцы, сосалки. В общем, каждое слово Нексона с самого первого заявления было сделано не просто так и заранее подготовлено лучшими юристами Кореи. У меня нет оснований полагать, что у Iron Maze хватит денег, чтобы нанять таких же юристов, как Нексон. Но у меня есть надежда, что в Южной Корее не все решают деньги и есть шанс на оправдательный результат. Хотя, опять же, если работы по уникализации кода и других материалов проделано не было, то вопрос уже не в деньгах. Все очень плохо тогда. То есть, если разработчик, который скопировал, если скопировал идею и остальное, если он действительно, как это предполагает, Нексон это сделал, если он видел, а он должен был видеть за время работы, как Нексон разбирается в таких ситуациях, то я очень надеюсь, что он предусмотрел это. И Iron Maze переработали весь код до неузнаваемости. То есть, они подсматривали как шаблон подсказку в исходнике, но формально переписали все так, что в суде исходный код и другие материалы признают не скопированными, а уникальными. Вот на это вся моя надежда. Что было о копировании, лично я не сомневаюсь, но и не вижу в этом чего-то плохого, поскольку вся история и прогресс человечества построен на копировании предыдущего опыта и его улучшении, развитии. Большая корпорация, по моему предположению, действительно сделала бы из игры донатную помойку, и я изначально не стал бы снимать по ней ни одного видео. Теперь насчет плейтеста в апреле и выхода в ранний доступ в мае. Судя по тому, как ситуация развивается месяцами в негативную сторону, я вижу несколько вариантов. Вот лишь некоторые, но не все из них. Первый вариант. Это все чудом завершится быстро, но шансов на это крайне мало. Второй вариант. Это все будет перенесено на неопределенный срок, так как невозможно предсказать, насколько затянутся судебные разбирательства и каков будет окончательный вердикт. Также важно понимать, что разработчики будут ограничены в своих публичных заявлениях, поэтому полная прозрачность, чтобы они поддерживали вас в курсе на 100% о том, что происходит, под вопросом. Теперь по вердикту суда. Если приговор будет не в пользу Dark&Darker, то вот некоторые из возможных итогов. Первый вариант. Полное прекращение разработки. Огромные штрафы на Iron Maze. Второй вариант. Iron Maze разрешат вести разработку, но они попадут под огромные штрафы, которые придется вымаливать, к примеру, на кикстартере, либо договорятся о проценте с продаж и доходов игры. Но это я назвал бы весьма оптимистичным прогнозом. Третий вариант. Iron Maze действительно провели работу по уникализации всех материалов, не только кода, потому что предвидели, что аннексион их так просто не отпустит. Их полностью оправдают и все постепенно вернется на круги своя без последствий, разве что даты сдвинутся. Также, может быть, что на время разбирательств Iron Maze организует какой-то доступ к игре вне Стима, но вероятность такого не очень высокая. Переносить разработку в другие страны для Iron Maze смысла не имеет, поскольку, как мы увидели, Стим признает авторское право Нексона, а без Стима продажи игры значительно упадут. Однако, все могло быть значительно хуже. Объясню. Нексон мог бы выждать, пока Dark and Darker не выйдет в ранний доступ. Тогда представьте, что вы заплатили бы за игру приличную сумму, после чего ее удалили бы из Стима, а деньги точно не успели бы вернуть всем на счет. Это был бы колоссальный удар по репутации, и разработчиков закидали бы еще большим количеством исков, так что помимо репутационных издержек, они бы вряд ли смогли оправиться от такого материального. Dark and Darker – игра, которая мне действительно очень понравилась, и я хотел бы, чтобы она жила. Также у игры огромная популярность среди англоязычной публики, а там силен дух протеста, так что, возможно, они как-то смогут на что-то повлиять, хоть и шанс на это мал, особенно если закон будет на стороне Нексон. Поживем, увидим. Субтитры создавал DimaTorzok